У вас есть 8 секунд, чтобы ответить на этот вопрос? Да, у меня есть калькулятор. Ни в коем случае. В коем случае. Это таблица умножения. Это 72 разделить на 6. 2 шестых. Здравствуйте. Вот это стыдно не знать, конечно. Я не знаю. Это же вопрос, который, если бы не задание, а был вопрос, это традицию. Махунг! Здравствуйте. А с вами можно пообщаться? Надеюсь. Я буду вам задавать вопросы, вы будете отвечать. А если правильно ответите, получите вопросы. Ну, давайте. Прикольно. Официальное начало. Все дела. Меня зовут Евгений. Марина. Марина, сейчас я вам задаю 5 вопросов. Если вы правильно отвечаете, получаете всего лишь, я прошу прощения, 1000 рублей. Надо кучить, еще сегодня будет троих. Кроме вас. Понимаете? Ага. А вы куда подержите? Домой. Хорошо. Только вы сюда не подглядывайте, в телефон, тут ответы написаны. Я могу подсказывать, а могу не подсказывать. Все, от настроения моего зависит. Ну, давайте у вас будет хорошим настроением. А сколько вам годовиков? 30. Я так и думал. 72 разделить на 6. У вас есть 8 секунд, чтобы обратитесь на этот вопрос. Да, у меня есть калькулятор. Ни в коем случае. В коем случае. Это таблица умножения. Это 72 разделить на 6. Две шестых. 72 разделить на 6, две шестых. На 72 разделить на 6. 10, это будет 60. Нет, 31. 62. 12? Нет. 12 умножить на 6. Это 72. Да, на 6. Не помню. Ну, 10-бальная шкала. Как она называется, я не помню. 3 балла, 10, 7 баллов. Что-то такое. Как она называется? Шкала? Там их не так уж много, этих шкал-то. На языке вертится. Ну, вертится. Немецкая такая у него. Как будто Ричард Гир. Рихтер? Нет, шкала. Шкала? Рих... Да ладно, он же говорит. Ну, Рихтера, не Рихтера. Рихтера? Рихтера, все. Мужской репродуктивный орган цветковых растений, в котором образуется пыльца, называется? Пестик и тычинки. У меня есть три варианта. Не четыре, а три. Пестик, тычинка, чашелистик. Чашелистик. Подожди. Чашелистика. Чашелистик. Пестик и тычинки, если вспоминать школьную программу. Давайте уж как-то определимся на чем-то. Ну, пестик, нет? А там какие еще были варианты? Тычинки и чашелистик. Так пестик, тычинка или чашелистик? Чашелистик. Кто? Чашелистик. Я у вас спрашиваю. А почему опять на вы? Ну, вы сказали, что у вас хорошее настроение, и ты можешь подсказывать. Я уже подсказываю, конечно. Ну, пестик, это была подсказка. Нет, не пестик. Какой же пестик там, если там чашелистик? Кто там? Тычинки. Так в итоге кто? Чашелистик. Тычинки. Тычинки, ура, есть тычинки. Итак, четвертый вопрос. Четыре вопроса? Пять. Пять вопросов. У нас серьезная организация здесь. Если б я был султан, я бы имел трех жен. И тройной красотой был бы окружен. Но с другой стороны, при таких делах, столько бед и забот. Ах, спаси Аллах. Неплохо очень иметь три жены. Но очень плохо с другой стороны. Мы лихо вместе ответили на четвертый вопрос. Это был вопрос? Да, конечно. Отлично. Я же говорю, у нас серьезная организация. Мы тут не просто так вот дурака валяем. Где находится знаменитый телескоп Хаббл? Есть там звонок другу 50 на 50. Есть четыре варианта ответа. Четыре варианта ответа давайте. Я такой хулиган. Поэтому... Нет, не хулиган. Другое слово надо подобрать. Какое там другое слово? Может быть синоним? Ну, дерзкий, смелый. Не, не, не дерзкий. Короче, ладно. Сейчас сама поймешь. Пятый вопрос. На него я особо подсказывать не буду. Ну, сама понимаешь. Дело-то жатейское. Но есть четыре варианта. Четыре варианта. Четыре варианта. Итак, где находится знаменитый телескоп Хаббл? В Антарктиде, на Гавайях, в космосе, в Ниагарском заповеднике. Пусть будет в космосе. А кто там находится? Хаббл. Хаббл. Правильно? Аплодисменты. Сейчас монтаж. Хлопают в ладоши. Как будто бы здесь толпы народа. Мы тоже. Спасибо. Пока я ковыряюсь в своей кассе, можно микрофон взять, что-нибудь там кому-то, может, привет передай себе. А что это за канал-то? Негодяй ТВ называется. Негодяй ТВ. Подписывайтесь на Негодяй ТВ, ставьте лайки, колокольчики, пальцы вверх и все такое прочее. Серьезно собрались мне деньги давать? Да? Не, не надо. Почему? Не надо. Ну как так? Ты же победительница. Не убегай, пожалуйста. Ты купишь какую-нибудь вкусняшку себе. Какие вкусняшки? Надо худеть, вы чувачки. Давайте это будет на развитие канала. На развитие канала? Да. Как-то негоже как-то. Моя миссия – это делать такое доброе дело. Там кому-то, оп, ловешечку так накинуть. Доброе дело. Просто вот случайно, случайно знаешь. Хорошее настроение. Хороший настроение. Хоть поднял немножко настроение. Да. Это можно будет посмотреть на свой позор на Негодяй ТВ. Разве позор? Хаббл. Хаббл-маббл. Тычинки. А вот Султан, кто там имел этих жен-то всех. Ты чего? Какой позор. О чем ты говоришь? Действительно. Ладно. Здесь штанишки такие у тебя зелененькие. Прям зеленые-зеленые. Приклонные. Все. Спасибо. Спасибо тебе. Пока. Адьос. Правда? Негодяй ТВ? Негодяй ТВ, да. На YouTube. Везде. Везде. Да. Ладно, мяма. Давай, пока. Не захотела брать ловышку. Ну, не захотела, так не захотела. О, я вижу топорочка. Засуну я свой кошелек куда-нибудь в другое место. Например. Все верно. Ванус. Пойдем. К вон той милой загадочной парой, которая смотрит на уток. Какая прелесть. Ребята, выручайте. Срочно нужно взять у вас сумасшедшее интервью. Иду прям по этой грязище. Только намыл сегодня кроссы свои. Четкий найкос. Сам тащусь. Что за любовь такая к этим животным? Чего-то мы на них вылупили свои зеньки. У нас таких не водится, откуда мы приехали. Так, так, так. Поближе камеру. Откуда приехали? Оренбургская область Сорск. Я сейчас к Димону ходил. Он стоматолог. Кстати, есть выпуск, где Димон смотрит мне зубы. Он Сорска. С давно вы Димона знаете? Не знаете? Он там сейчас спилит зубешникой. Серьезно, я не шучу. Так, я вас обманывал. Это не интервью. Это шоу. Называется «Вопросы за бабоса». Задаю кому-то из вас, или по очереди отработаем всю тему, по пять вопросов. Отвечайте правильно. Получайте тысячу рублей. Может быть, буду подсказывать. Может быть, не буду. Все это от вас зависит. Понимаете? Если будут тебе вялые, я думаю, да не буду им подсказывать. Пойду уже. Кто будет первым участвовать? Я думаю. Тогда уходи в сторонку, чтобы не подсказывать нам. Возможно, понадобится твоя помощь. Как звать-то тебя величайз? Как зовут жену? Альфия. Альфия, не подсказывай нам. Кто из киевских князей крестил Русь? Здравствуйте. Вот это стыдно не знать, конечно. Я не знаю. Я не помню точно. Все люди, которым тоже стыдно это не знать, какого хрена вы не смотрите все мои видосы? У меня есть еще одно шоу. Как шоу? Передача. Я рассказываю историю. Знаешь как? Гениально. Если ты вообще ноль, ничего не знаешь, просто ты вот так вот садишься и гипноз. Ты начинаешь смотреть, тебе не соскочить. Потому что я рассказываю как бог. Простым языком, без мата. Я не рыгаю в камеру и не пержу. Это, кстати, уникум. Я буду подсказывать себе. Его зовут так же, как и того человека, который заставляет нас делать всех прививки, эти пиар-коды и всякая эта херня. Ну, кто у нас за старшего на районе? Да, ну, это Владимир, наверное. Ну, вот. Нормальная подсказка? Блин, слушай, ну тут... Ну, назови хотя бы его имя. Ну, Владимир. Владимир. Я не помню фамилию, представляешь? Фамилия? Я имя-то... Кто у нас был до Романовых? Мне ничего не надоело. Все это вы можете увидеть в передаче «Простым языком». Я серьезно говорю. Сумасшедшая передача, начиная от Рюрика, потом его дети, вещи Олега и того кореша, Владимир Крещения Руси, Ярослав Мудрый. Сейчас буду про детей Ярослава записывать ролик. Ребята, вы обязательно посмотрите «Живи», да? Вы офигеть, как будет интересно. Я не вру. Сколько тебе лет-то? Мне 29. Ну, на самом деле, у меня история была любимой предметом. На самом деле, у меня не 29, да? Нет, 29. Что на самом деле? 29. История была любимой предметом. Ну, я вообще, мне вообще прям стыдно. Тогда будет очень легкий вопрос для тебя. Укажи единицу измерения атмосферного давления. Ну, Паскаль, Вара. Слушай, ничего себе, откуда ты знаешь слово Паскаль? У меня есть варианты. Паскаль есть. Да. Когда машиноколес качаешь, там есть два деления Вара и PCI. Это, по-моему, Паскаль? Все, Паскаль, PCI. А у меня были варианты для тебя. Какие? Другие там еще были. Ну, как? Ньютон, Паскаль, Ампера. Ты говоришь, Паскаль, без вариантов. Да ты гений. Подожди, Ньютон, это, по-моему, это усилие. Успокойся уже, Паскаль уже. Ладно. Третий вопрос. Какой географический объект носит загадочное название Титикака? Это река в Африке, по-моему. У меня есть три варика. Это остров, озеро, вулкан. Титикака, подожди. Это тогда озеро, получается. Я помню, что Титикак это связано, по-моему, с водой было. Это где-то в Африке находится. Не знаю, где находится, но озеро это правильно. На плачущей земле, не чуя сапогов, Наш обескровленный отряд уходит от врагов, Питаясь на ходу, щавелевым листом, Ночуя в бураке под коленовым кустом, Нам отдохнуть нельзя, бегом, 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 А наши якобы друзья засели за бугром, И несмотря... Секундочку. И... Подожди. И смотрят, как нас бьют, не отрывая глаз, И только длинные дороги полностью за нас. Давай вместе теперь. Я не спою, слушай. Поехали. И... Подожди, вытри, вытри. Вытри слезы, отдохни немного, Я русская дорога, Нананай-най-най... Да подожди, нананай-най-най... Ну ладно, давай. Не знаешь эту песню? Очень не знаю. Отдохни, а я тебя прикрою, Грязью да водою, Ня-ня-ня-ня-ня, ню-ню-ню-ню-ню-ню. Я не знаю такую песню. Я даже не знаю, кто исполнится. Мне почему-то кажется, что это кто-то типа из советских, типа а-ля Вос... Нет, не Высоцкий. Не знаешь, да, ты не хр... Ты не знаешь. Вообще... Вообще... Балдеть, что мне с вами делать? Что мне делать? Я бы сказал, но ты не материшься на канале. Можно сказать слово «залупа»? Нет, я про «абосать и жечь» просто... А, не пойму. А что ты? Я говорю, можно «абосать и жечь» просто. «Абосать и жечь»? Этот вопрос? Нет, на за то, что мы не знаем. Не «абосать» и «жечь», а можно закопать по шею, лицо зелёнкой намазать и написать. Нет, знаешь, это будешь лучше включить какие-нибудь современные песенки. А, лучше по-современнее, да? Это Игорь Растеряев. О, не знаю, такого. Так что, ты в доке проиграл или что? Или у меня хорошее настроение? Да, у меня хорошее настроение. Подожди. Да, у меня хорошее настроение. Это был четвёртый вопрос. А, давай. Да. И в связи с тем, что у меня хорошее настроение, тогда я задаю пятый вопрос. Я задаю. Но я не буду подсказывать на него. И ты тоже не будешь на него подсказывать. Понятно? Итак, как в английском языке называется прошедшее совершённое время? Я тебе даю три варианта. И в точку, когда ты нажал, один раз тебе скажи, и всё. Верно? Ну, ты Игорь Растеряева не назвал. Понимаешь? Итак, past simple, past perfect, past continuous. Past simple. Ты проиграл. Приветик, приветик. Past simple. Past perfect. Кто спас муху-цокотуху от паука? Комар. Ты читала эту сказку? Конечно. Нет. Я смотрела мультик. Молодец. Что делает бисектриса треугольника? Есть варианты ответов? Давай. Первое. Делит угол, из которого она выходит на две равные части. Делит противоположную сторону на два равных отрезка. Делит треугольник на две фигуры с одинаковой площадью. Нормально, да, я замудрила? Ну, мне кажется, третий вариант. Делит треугольник на две равные фигуры с одинаковой площадью. Смотри, бисектриса вылетает, да? Откуда вылетает? Я геометрию любила, но я не помню. Давай сейчас мы с тобой этот вопрос порешаем вместе. Давай порешаем, смотри. Делит угол, вот есть угол, на две равные части. Либо, что там она делает еще? Противоположную сторону на два равных отрезка. Либо по площади равная. Ну, как она делает противоположную сторону на два равных отрезка? Ну, возможно, тогда первый вариант. Делит угол. Все верно. А тебе говорили, что ты похожа на одну певицу? Нет. Не говорила. Ты какую? На Славу Марло. Слушай, такой вариант не был. Увыкан, что она похожа на Лилио Пларкс, когда убывается. Не, ну он красивый мальчик. Так-то, да? Ну да. Какой вопрос там? Третий вопрос. На каком языке говорят в Бразилии? Я не помню. Сейчас скажу. Это испанский. Нет. Еще варианты покидай какие-нибудь еще. Подожди, а у меня есть варианты? Португальский. Португальский есть такой язык? Разве есть? Все верно. Снова замерло все до рассвета. Дверь не скрипнет, не вспыхнет огонь. Только слышно на улице где-то, одинокая бродит гармонь. Только слышно на улице где-то, одинокая бродит гармонь. Учись, Петр, Петр. Учись. Учись. То пойдет за поля, за ворота, то обратно вернется опять. Словно ищет в потемках кого-то и не может никак. А уже не помню. Ну хорошо. Очень сложно. История, да? И хрен поймешь что. Кто написал текст к гимну России? Давай, Петр, иди сюда, будешь подсказывать. Иди, иди сюда. Петя, Петр. Причем я вот недавно, блин. Да ладно, ты типа в курсе. Ты знаешь, ты знаешь. Я знаю, я забыл. Я могу сказать только такую подсказку. Давай. Есть такая подсказка, что лично я самого этого мужика в глаза не видывал. Никогда. О нем никогда не слыхивал. Но и он... Михалков, да. Да, Михалков. Никита Михалков зацепил мое видео и вставил в свой видос. Но написал другого хмыря вообще. Представляешь? Не стыда, не совести у этого Михалкова нет. У тех людей, которые монтируют мой видос. Что-нибудь желаете всем? Ты тоже желает. Развиваться мы желаем. Нет, кому-то привет может передадите. Вы что? Ну, в общем, ребят, все, кто смотрит, привет. Ищите хороших монтажеров. Можете ко мне обращаться. Это вам на двоих. Спасибо. Совместными мозгами заработали. Немножко бабусов, так говорится. Что, может, привет кому-то передадите? Антошке Белоконе привет. Нет, смотри на нас. Питер. Вот, спасибо тебе, что принял. Питер крут. Такие ребята крутые. Нравится. Вот, открытые. У нас все какие-то закрыты, а то все готовы с тобой пообщаться, поболтать. Да-да, не все вообще. Ну, у нас такие случаются. Ну, все. Все, да. Спасибо. Все, пошел. Давайте, ребята. Негодяй ТВ называется «Вся хрень», которую я делаю в Ютубе. Пишите комментарии, ставьте лайки. И простым языком это шоу, которое... У него есть будущее. Я уверен. Так, кого бы мне окучить? Как вы думаете, вон того вот этого егеря? Смотри, там узон что-то он слушает, что-то он ласит везде, непонятно что. Или он слишком молод? Молодой. Молодой, да? Да не, молодые ни хрена не знают. Это как-то сейчас хочется постарше. Ладно, ребят. Спасибо. Давайте. Покеда. До хорошего дня. Спасибо за настроение. Пока. Видите, спасибо за настроение. Чувствуете, кто здесь был? Подниматель настроения – это я. У меня еще есть пять вопросов, которые достанутся, может быть, вон тому милированному Никите Малинину. Никит, привет. Да, хочу пообщаться с вами, если вам, конечно, нетрудно, если есть пять минут с великолепного времени. Я готов. По какому вопросу? Вопрос очень серьезный. Так, сейчас надо посмотреть, как мы выглядим в кадре. Меня зовут Евгений. Давайте сделаем прикосновение это. Я задаю пять вопросов. Если, Евгений, ты отвечаешь на них правильно, то получаешь немножко бабосов. Тысяча рублей. Так, давайте попробуем. Не ради денег. Какой-то сегодня странный день. Одна дама уиграла. Сказала Женя, говорит, не надо. Мне не надо денег. Оставь себе. Поэтому я сегодня на косарь в плюсе. Давайте договоримся, если вдруг я выиграю, вы их пожертвуете куда-нибудь. Давай ты их пожертвуешь. Я дам себе, а ты их пожертвуешь сам. Потому что я могу сказать тебе, что да, я пожертвую, а сам типа забуду про это. Я еще та сволочь. Вопрос номер один. Крупнейшим сражением какой войны стала знаменитая Бородинская битва? Отечественная война 1812 года. Ехали дальше. При каком императоре России случилось кровавое воскресенье? Николай Второй. Назовите закон Архимеда. Своими словами, что вообще о чем-то? Что масса погруженного в воду тела вытесняется в том же объеме. Гениально. Гениально. Издалека долго течет река Волга. Конца и края нет. Среди хлебов спелых, среди снегов белых. Течет моя Волга, а мне 17 лет. Надо было поспеть, да? Вот сейчас надо петь. Сказала мать, бывает все, сынок. Я не умею петь. Это вопрос такой, что надо спеть? Такой вопрос, да. Ну и все, я поиграл. Кто будет жертвовать? А? Ради тех, кому ты будешь жертвовать эти выигранные бабосы. Но надо вспомнить. Сказала мать, бывает все, сынок. Быть может, ты устанешь от дорог. Когда домой придешь в конце пути, свои ладони Волгу опусти. Шикарно. Шикарно. Зачтем, да? И припевчик. И... Вы обещали вопрос, а не задание. То, что я обещал, это вообще не имеет никакого значения. А разве это не вопрос? Это же вопрос, который, если бы не задание, а было вопроса, троудиться. Никакой эрудиции. Кто поет, там, Зыкина. Мне понравилось петь эту песню. Поэтому мы учитываем, зачитываем и перечитываем этот вопрос. Не надо, не надо. У нас все серьезно. Мы тут не, как говорится, ляськи-мосяськи, сыски-пыпыски. Пятый вопрос. Слушаем его, отвечаем. И пожертвования, не пожертвования. На какой реке расположен Киев? На Днепре. На каком? Днепр. Днепр. Так, сейчас, подождите. Киев. Пока ты думаешь, подержи колбасню, мне надо кое-что замутить. Да, я не думаю, что ты такой, конечно. Мне кажется, что она неприятная. Это еще и мой тезка. Офигеть. На, пожертвуешь кому-нибудь. Давайте, я прям могу прислать... Не надо, зачем? Зачем все это вот прислать, не прислать? Прям скриншот могу прислать? Не надо никому ничего присылать. Господи. Хорошо. Зрителям скажу, зрители. Я эту тысячу, как мне кажется, заработанную жертву какому-нибудь фонду, ночлежки, например. Ночлежки, да. И вы тоже. Это у вас канал, YouTube? Это канал такой, YouTube. Ты был... Не люблю говорить крайне почему-то, да? Почему я не люблю, не знаю. Последний на сегодня. Как-то последний был... Как-то всегда прикольно. Когда в поликлинику я приходил и слышал, кто крайний, а я был последним... Я последний, я последний. Хотя, типа, какой ты последний, это последний, это вообще последний. Короче, ты последний. Шоу заканчивается. Может, что пожелаешь кому-нибудь? Привет передашь. Привет. Я просто хочу сказать, что я эти деньги... Я не ради денег, да. Я их пожертвую. Все, уже понятно. Пожертвуешь ночлежку. Ну, привет фонду ночлежки. Ночлежка, все ради тебя, все шоу, это выпуск. Это классный фонд, вообще гордость. Так, Евгений, в общем, ты всем рассказываешь, что есть такой чудесный канал. Я не понял. Называется Негодяй. Нет, 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 это шоу так называется. Негодяй ТВ называется. Негодяй ТВ. Основной канал. Есть другой канал, где чисто влог, хожу там туда-сюда, хожу туда-сюда. На этом канале Негодяй ТВ есть шоу великолепное, которое называется простым языком. Историю. Я рассказываю историю. Так, чтобы было так понятно. Вот прям понятнее быть не может. И интересно, как вот ты садишься и ты смотришь сериал. Думаешь, ой, еще хочу дальше. Представляешь? Я посмотрю. Гениально. Ну, а что грех отойти? И поэтому были вопросы три по истории, да? Не-не, это просто все с этого начиналось. Все начиналось. Шоу вопроса за бабоса, потом стало плавно персекаться. Это такая длинная, большая история. Не буду. В описании есть все инстаграмы. Вся эта вот мишура, все это есть. Подписывайтесь на все эти каналы. До свидания. Женек, спасибо, что поучаствовал. О, а я сейчас туда тоже пойду, к метрохе. Сначала, конечно, разуться надо будет все там, сам понимаешь. Ну, пойдем потихонечку. Я пока на лавочке. Куда путь держишь? Я иду домой. Вы все идете домой. Откуда вы чешетесь? Просто был в центре по делам. С Аалом, Тудыским, Мудыским. С кем была встреча? С одноклассниками? С женой я там был. Вы все идете домой, все с женой. Я по своим. Что у нее за делишка? Это уже... Ладно, ты об этом не рассказывай. Лучше незнакомым людям. Все, Женя. Да. Спасибо, было весело. Круто. Все, счастливо. Давай, пока. Ну, как здорово, всем весело. Так, ну что ж, мы собираемся, говорится, манатка собираем. Все, всем вам до свидания. Все, вы слышали. Инстаграм есть очень хороший у меня, душевный, где я иногда что-то делаю. Иногда вообще ничего не делаю. Эти сторисы такая все... Иногда дрянь так меня раздражает. А я иногда думаю, ух ты, я вылуплю нормальные сторисы. Все, я выключаюсь. До свидания.